Да, значит, ничего серьезного рассказывает Не буду, многие вещи на уровне капитана очевидность Но почему-то по-прежнему от, скажем так, 20 до 40% людей наступает на все те же грабли Собственно, там, executive summary, да, основной документ проекта Для чего он вообще нужен? То есть это тот документ, который вы отправляете инвестору, консультанту Человеку, которого вы хотите привлечь в проект Человека, которого вы просто хотите узнать мнение о проекте Для того, чтобы быстро ввести его в курс дела Очень многие для этого пытаются писать бизнес-планы Но бизнес-планы всем читать некогда Особенно, когда они переваливают за 20 листов У нас есть некоторая очень большая тяга к личным встречам То есть никто не хочет ничего отправлять Всегда все предлагают встретиться лично То есть я не знаю, откуда это Возможно, какое-то культурное наследие Но почему личные встречи, да, вот не работают? Есть такая штука, которую я называю эффект техподдержки Большинство, вот в отдельности, очень умные люди, очень талантливые Запускают отличные проекты Но возьми все вместе и вот, ну, толпа толпой Вот, кстати, даже я с чем столкнулся Я три дня подряд выедал мозг техподдержки Сангрида Хотя просто при регистрации пропустил в свое имени букву При этом, то есть я их убеждал, что аккаунт не работает Там и так далее То есть поэтому на законах больших тисел Ну, в целом люди очень часто совершают глупые ошибки И вот те люди, которым вы будете отправлять, да Подпытаются подключить к проекту Они, как правило, видят очень много заявок И из десяти присланных заявок Там два сумасшедших ученых Еще два человека не совсем адекватных Еще два хотят просто много денег Да, и поэтому из всех этих десяти проектов Остается всего несколько адекватных людей С которыми хотелось бы, может быть, встретиться Но нужно пройти некий там формальный фильтр, да Вот, есть еще одна категория Которая, в принципе, ничего не хочет делать Считает, что у них и так все правильно Вот, и отказываются сотрудничать там В какой-либо форме Только вот вы давайте им нам денег Или вот вы знаете вот этих людей Я хочу с ними познакомиться Знакомьте, у меня классный проект А что за проект, а не ваше дело вообще Да, тут можно было бы начать с тех граблей На которые люди наступают при подготовке саммари Но многие до граблей еще так бы, да, в забор упираются Понимаете, я вполне понимаю, что у вас может не быть корпоративной почты Да, очень даже может быть, что вы относитесь к той категории людей Которые, в принципе, имейлом пользуются не очень активно Но ради всего святого убедитесь, что это что-то вот не в таком виде Тема Ну, тема письма, конечно, может сказать многое Но желательно, чтобы вот что-то было кроме этого То есть это вот практически на днях Вот кроме темы в письме нет вообще ничего То есть, к сожалению, такие письма периодически падают Догадаться, что хотел человек Трудно Общаться, кстати, желания с ним точно так же нет Рассылки То есть, ура, большинство людей научились отправлять письма с закрытой копией Да, уже не, ну как бы Есть, конечно, мнение, что если в одном месте собрать много умных людей Они могут отлично провести время Вот, но часто это заканчивается очень деструктивно Да, да, да Вот, но когда вы отправляете якобы персональное предложение И очевидно, что это скрытая копия Становится понятно, что это ушло широким веером И, скорее всего, человек просто отправил там на все почтовые ящики До которых смог дотянуться Да, тизер проекта Это вот текст, который в письме Ну, хотя бы несколько вменяемых слов А не вот что-то Что-то вот такое Тут, кстати, не знаю, это читабельно, нет? Да, кстати, фраза обрезалась То есть, человек описывает сервис, который порвет ВКонтакте, Одноклассники, вообще всех Потом в конце пишешь Понимаешь, что это нереально, но вот это действительно так Да, тизер должен быть, ну, хотя бы там Минимально соответствовать и описывать ситуацию с проектом Вложения Вот, то есть, в принципе, там вордовский файл Да? Да? Весом вот примерно таким же Как человек умудрился его заархеировать При том еще и вот сделать вот тот отступ И при этом пришлось его переименовать потом вручную Я не знаю То есть, нужно, в принципе, постараться Ну, у некоторых получается Это мое любимое письмо То есть, вот честно Пришло в 2009 году Вот, чтобы было понятно, да? Это текст письма, да? Девятый шрифт Двадцать четыре страницы Это не считая шесть приложений, которые в нем были То есть, это выглядело примерно вот так То есть, я пытался какой-то скриншот сделать, но их пришлось бы делать десятки просто Ура! Справились с письмом Написали вменяемую тему У нас хорошая почта читабельная Мы сделали нормальный PDF, в котором никакие таблицы не плывут Все отлично Что, собственно, должно быть в summary? Да, в целом, самое главное Да, размер имеет значение И вот больше двух страниц не надо Просто потому, что Те люди, которым вы это отправляете У них есть еще какие-то дела в жизни Кроме как ознакомление с тем, что им прислали Ну, так сложилось И если им в день приходит пять-шесть писем В которых, там, десять плюс листов Ну, собственно, у них основная жизнь В том числе и личная на этом заканчивается Да, вот очень-очень хорошая тема Всегда, конечно, хорошо сходу попросить Подписать много каких-нибудь бумаг Вот тут даже ничего не просили Просто вот прислали в начале документа И так понимаю, нужно было самому заполнить Подписать кровью Вот, повесить на стену и убояться Да, смотрите Если вы не представляете компанию с огромными оборотами Да, то есть если у вас уже работающий бизнес Да, говорить сходу о каких-то подписаниях идей Просто смысла никого нет Думайте, к кому вы отправляете То есть, к сожалению, да Мы живем не в стране эльфов Да, бывали ситуации, когда у кого-то получилась неплохая идея У ребят ресурсов не было Они пришли, кому-то рассказали Там кто-то что-то сделал Ну, не совсем то, что они хотели И они считают, что их обокрали Вот, спорный вопрос Но ребятам неприятно Да, стиль изложения Вот, смеркалось, это тоже цитата Вот, там в конечном варианте было примерно так Что, значит, вот смеркалось Мы вчетвером сидели на кухне Говорили за жизнь Обсуждали проблемы малого и среднего бизнеса И тут нам стало очевидно На чем можно построить отличный проект Ну, и в таком стиле, истерическим отступлением Неплохой слог, кстати, читать интересно было Вот, но все-таки это не на каждый день Это вот этим часто страдают разработчики То есть они могут даже написать неплохое вступление А потом вместо, там, нескольких слов вообще О бизнес-модели, о конкурентах Они занимаются описанием функционала Говорят, что это будет отличный сервис Для, пусть того же, малого и среднего бизнеса Некая CRM И, значит, тут будет такая кнопка А тут будет такая кнопка А вот если нажать сюда, будет просадить вот это И так, там, пять листов Зачем? Непонятно Если есть что показать, покажите демо Да, этим страдают вот сразу две категории Знаете, как в экстремальном спорте В группе риска вот самые начинающие Потому что еще ничего не умеют И самые опытные, потому что уже все умеют Часто сталкивался Читаешь текст, вот прочитал несколько листов Вроде бы все понятно Вроде бы какие-то вот конкуренты Вроде бы какой-то рынок, все хорошо А что проект делает? Ну, вот, 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 бывает такое То есть вы видите, что вы начинаете с того Что четко и понятно говорите Что мы делаем вот это Мы делаем лопату, которой можно копать землю Цифры Чем многие страдают Это зайти на сайт какой-нибудь там Кембриджской бизнес-школы Взять какой-нибудь темплейтик Вот, и его заполнить Вот, нет, отличная штука Вот, отличный темплейт Я не спорю, для работающего бизнеса Но там просто по инструкции Нужно вот историю за предыдущие два года Зачем там нули? Схемы Ну, я не знаю, может быть, для отдельных персонажей Это будет открытием Но некие рисунки и схемы Они созданы для того, чтобы вот облегчить восприятие Вот все это можно было просто сказать Что мы работаем вот в таком-то сегменте Все, то есть зачем это Почему именно эти сегменты выбраны И какие-то другие, если все равно работают Непонятно О, да Вы понимаете, что это, да? Я нет А я еще знаю, о чем проект Ну, я так и не понял Ну, то есть как можно было это отправить? То есть это вот некий такой прогноз По финансам, по посещаемости То есть это абсолютно серьезный человек Прислал, вот посмотрите, у меня вот хороший проект Вот на личном уровне общаешься, вроде бы не скажешь Еще одна штука, которой часто грешат И экономисты, как правило Люди строят сложные таблички Хорошая модель, хорошая Все продумали, все хорошо Но потом у них на конец пятого года Прибыль составляет там Икс тысяч Пятьдесят два доллара И запятая И восемь знаков То есть это уже не центы Это какие-то там наноценты Да, вот как-то так Как они себе это представляют? Почему они считают, что на конец пятого года У них будет именно такая прибыль? Опять-таки непонятно Еще одна очень важная тема Конкуренты Вот этим страдают, наверное, процентов добрых 40 проектов Которые к нам что-то присылают Да, конкурентов либо нет Либо они в принципе ничтожны То есть бывает по-разному Где-то очень спокойно в тонах человек выражается Где-то пожестче Мой любимый это был У нас есть конкуренты Мы о них знаем Но описывать их Это трата времени и наша И инвестора, который будет это читать То есть они вот настолько плохи Да, пожалуйста, никогда этого не делайте Вы должны знать свою конкурентную среду И мало того, вы должны показать, что Вы в этом разбираетесь Либо же объяснить человеку, которого вы просите совета Может быть он не в курсе всех этих деталей Если у вас есть основные какие-то прямые конкуренты Расскажите про них Если их нет, вы делаете что-то принципиально новое Расскажите о конкурентных группах То есть может быть у вас нет прямой конкуренции Но вы пытаетесь у всех понемогу чего-то откусить То есть у вас вроде бы вам кажется, что совсем ничего нет Посмотрите на альтернативные варианты решения той проблемы, над которой вы работаете Может быть что-то среди проектов запускается Но всегда что-то есть Всегда можно найти несколько проектов в этой же сфере, если поискать Да, вот 1% рынка Это тоже такая волшебная цифра То есть вот мы получим 1% рынка контекстного поиска Мы получим 1% рынка в Китае Вот к сожалению, это как бы 1% это не план еще Нужно обязательно сказать, что именно вы собираетесь делать Потому что так можно абсолютно спокойно заявлять Что вот наша цель получить каких-то полпроцента А полпроцента это компания стоимостью 100 миллиардов Ну отлично? Отлично Остается загадкой, как получить именно эти полпроцента Команда Тут есть несколько крайностей В одном случае начинают перечислять всех Начиная от собственно себя любимого, заканчивая уборщицей С перечислением всех кулинарных курсов, конференций, хобби И вообще всего, чего только можно В другой просто пишут, что у нас работает в компании 5 человек И все, мы все счастливы Да, основная задача раздела команды Это показать, что у людей, которые работают над проектом Есть компетенция строить этот бизнес То есть показывать то, что только релевантное Практически как в резюме преподачи-то работы Да, по поводу презентации Вот Денис просил сказать пару слов Мне очень нравится, вот сказал один мой приятель Вы можете зайти на слайдшер, нагуглить презентации Делойта И вот так не делать Да, то есть у них отличные корпоративные презентации Но им там весело Вот, ну, людям со стороны такое показывать не нужно То есть вы, если хотите сделать хорошую презентацию Посмотрите выступления с разных конференций Посмотрите, кто выступает хорошо Посмотрите, как народ на Теде выступает Ну вот, почему бы и нет, да? Тянитесь к хорошему Почему-то очень многие начинают вот все тех же Каких-нибудь там большой четверки Или еще каких-нибудь консалтинговых компаний Хватать темплейты и заполнять Да, ну, что собственно же делать для того, чтобы написать толковый summary Нужно просто Я успеваю, да? Денис, не за мной Да Вам нужно сесть и абсолютно простыми словами Для себя вот самого, да? Расписать основные моменты Чем именно вы занимаетесь? Какую проблему вы решаете? На каком рынке вы работаете? В какой конкурентной среде? Где и на ком вы собираетесь зарабатывать деньги? Да, и с какими людьми? То есть у вас это скорее всего займет там от 3 до 10 листов Потом нужно это делать на следующий день перечитать И выбросить половину Там повторять, пока у вас не останется 1-2 листа После этого берете человека со стороны Заставляете прочесть Если он понял, о чем ваш бизнес Что вы хотите строить Знаете, что у вас получилось Всем спасибо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин